Здравствуйте! Это программа День города в студии Дина Исляева. Смотрите сегодня в выпуске. В дом на Грибоедово возвращаются жильцы. Продолжается ликвидация последствий пожара. Чтобы пропали очереди в приемном покое, в областной клинической больнице внедряют бережливое производство. Мечтает, чтобы в областном центре появился зоопарк. Рязанский спасатель на свои деньги открыл мини-террориум. Пожар, последствия которого до сих пор не ликвидированы. В дом номер 41 по улице Грибоедова, у которого в минувшую пятницу сгорела крыша, начали возвращаться жильцы. Как идут восстановительные работы, расскажет Валерий Седов. Сейчас на улице Грибоедова в обе стороны ездят машины. Три дня назад вся эта дорога была перекрыта для подъезда спецтехники. Единственный след от прошедшего здесь пожара – это неработающий светофор. А с улицы повреждения здания практически не видны. Два дня спустя на Грибоедова в доме 41 по-прежнему кипит жизнь. Вокруг него идет большая уборка. Управляющая компания пиливает деревья для удобного подъезда техники. Работы начались еще в пятницу. Первым делом с асфальта около дома убрали куски стекол, шифера и обгоревшие части крыши. В субботу были проведены работы по очистке канализации. После тушения пожара она была полностью забита. Время электромонтажных работ еще не наступило. В настоящее время лаборатория проводит проверку сопротивления изоляции, но пока проводка вся сырая, приборы показывают короткое замыкание, пока возможности включить электроэнергию нет. В воскресенье начались работы на крыше. Сейчас они идут полным ходом. По словам главного инженера управляющей компании, выполнено уже 50% работ. На крыше – рабочие, которые убирают шлак и обгоревшие доски. Также здесь можно заметить и вентиляционный короб. Это деревянная коробка, обитая железом. Во время пожара они все сгорели. Теперь идут работы по их восстановлению. Подрядная организация обещает поставить стропильную систему в течение недели. Администрация города на время ремонта предоставила жителям дома гостиницу, где всех обеспечили номерами и горячим питанием. Однако люди возвращались в свои квартиры уже в пятницу после пожара. По данным управляющей компании, 22 июня было заселено 22 квартиры. Спустя два дня их количество заметно увеличилось. Притом вернулись и жители четвертых этажей. Галина Панькова была в своей квартире во время пожара. Я лежала, слышу, на чердаке что-то громыхает. Я вышла на балкон, смотрю, с крыши так бросают что-то. Я постучал, пожарник приходит и говорит, давайте выходите, крыша горит. Пенсионерка просидела во дворе 4 часа, бессильно наблюдая, как горит крыша прямо над ее квартирой. Женщина вернулась домой вместе с сыном. В помещении тут и там были подтеки от воды. Сейчас семья живет здесь. От предложенной гостиницы они отказались. Сегодня это единственная жилая квартира на этаже. Чуть ниже живет Наталья Захлепина. Во время пожара она не была в доме. Впоследствии ожидали семью по приезду. Зашли, тут текло. В ванной текло. Ну, в спальне там текло. В одном месте. В квартирах до сих пор нет электричества. Если присмотреться, то можно заметить застоявшуюся в стенах воду. На вопрос, не страшно ли тут жить, Наталья ответила. А чего бояться? Местные жители рассказали, что сейчас представители ЖЭУ составляют акты по повреждениям в каждой квартире. В скором времени должны провести ремонт. Министерство социальной защиты обещало выплатить всем жителям дома по 10 тысяч рублей, независимо от ущерба. Галина Панькова и Наталья Захлепина эти деньги уже получили. В настоящее время люди продолжают жить в квартирах. За всем необходимым они обращаются в палатку дома, где организован круглосуточный штаб. Жителей бесплатно кормят в ближайшей гостинице. У дома круглосуточно дежурят спасатели. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Отремонтируют улицы в центре Рязани. Объявлены электронные аукционы на выполнение работ на Кудрявцево, Весенье, Фирсово и Пожалостино. Подрядчиков уверут 13 июля. В это время небольшие дороги в спальных районах продолжают разрушаться. Поворот от Шереметьевской на Песочинскую в Дашках уже снимали на видео и выкладывали в соцсетях. Объехать яму можно только по встречке, а маршрутчики постоянно ломают там машины. Ямы глубиной больше 10 сантиметров по улице Шереметьевской. Хоть дорога и прямая, проехать можно только постоянно останавливаясь. По словам жителей, она в таком состоянии уже два года. Объезжаем ямы, выходим на встречную полосу. Хочется, конечно, чтобы все сделали, отремонтировали. Отвратительная дорога, очень плохая. Но это, мне кажется, из-за постройки домов. Поэтому, надеемся, что ее починили в ближайшее время. По Шереметьевской и Песочинской проходят маршруты общественного транспорта. Пассажиры ругаются, когда маршрутки подпрыгивают на ямах, а водители уже не знают, как их объехать. Пробитые колеса не только, не от числа, а поломкам, которыми зачастую заканчиваются поездки. Стойка потекла. Вот именно из-за этих ям. Особенно в дождь, когда заливают, их не видно. Получается, ломается автомобиль, проехать невозможно. На деревнях люди теми-то дороги. А вот мы вот людей возим, мы дети возим, вообще страшно. А иногда придется нам с третьего ходить, иногда придется объезжать. Такая же ситуация на улице Советской армии. Она односторонняя, но по ней проходят маршруты общественного транспорта. Пока в центре ремонтируют дороги, в спальных районах водители общественного транспорта и автолюбители не знают, какой поломкой закончится очередная поездка. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Уставшие от пробок на Солочинском мосту рязанцы обратились к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву. Напомню, в прошедшие выходные желающие уехать из города стояли два часа в пробках. Анна Перепелкина создала петицию с требованием построить новый автомобильный мост через Аку в районе Рязани. Она отметила, что у жителей нет альтернативного способа переезда через реку и попросила выделить средства из федерального бюджета. Областная клиническая больница в очередной раз стала центром внедрения новых технологий. Бережливое производство уже нашло свое место и в больнице, и в поликлинике. О принципах линотехнологий все узнала Мария Рудая. ОКБ – это центр высоких технологий для удобства пациентов и более быстрого реагирования врачей. Именно такова главная задача внедрения линотехнологий в областной клинической больнице. Бережливое производство – важнейшее составляющее современной медицины. В ОКБ прежде чем начать реализацию этого проекта, провели серьезный анализ. Прежде всего рассмотрели жалобы пациентов. Их, как оказалось, было больше всего на приемное отделение. После сбора информации началась серьезная работа по оптимизации всех процессов. При этом здесь учли опыт крупнейших медицинских центров и вместе с тем разработали свои новшества. Чек-листы повесили для того, чтобы врачи смогли быстро ориентироваться, если пациентов в приемном покое много. На красных планшетах расположена информация о самых тяжелых больных, которых необходимо осмотреть в первую очередь. Также претерпела изменения и логистика. Перевели в одно место все отделения, оказывающие помощь, скажем, при патологии таза. Это гинекология, урология, эколопрактология. Соответственно, все пациенты, которые находятся на стыке специальностей, здесь все специалисты рядом. Не надо никуда бегать, на другие этажи и так далее. Оба хирургические отделения перевели вместе. Раньше было одно на шестом, на другом и на девятом. И дежурный хирург бегали с шестого на девятый в разных блоках. Причем сейчас они рядышком. Еще одно отделение, где начали внедрять бережливое производство, в первую очередь операционный блок. Здесь также начали с анализа. В общем, мы проанализировали общее время работы операционной. 360 минут в сутки в день. Плановых операционных, да, я не говорю сейчас экстренные. И чистое время операции. Оно примерно где-то 230-250. И проанализировали, что вот эти промежутки между операциями, они у нас в ряде случаев достаточно длительные. И 40, и 45 минут. Для сравнения, в Германии они 25 минут. И начали улучшать как раз здесь. Чтобы не ждали хирурга, чтобы сразу приходила вся операционная бригада. Благодаря стараниям всех сотрудников УКБ уже есть результаты этой работы. Проводится больше операций, а в приемном отделении максимальное время ожиданий сократилось с 4 часов до часа. А среднее время не превышает 20 минут. Если вдруг пациента не приняли за это время, у него есть возможность позвонить главному врачу. Телефон можно узнать в холле. Так быстро удалось добиться результатов, в том числе за счет сокращения времени на документооборот. Бланки не заполняются вручную, а делаются ксерокопии. На столах должен быть полный порядок, а в оперблоке также расположены чек-листы, подписаны лотки и даже нитки по номерам. Ведь 30 секунд на их поиск в годовом соотношении вырастают до нескольких часов. В городской поликлинике УКБ также реализуется система бережливого производства. Начали тоже с регистратуры. Здесь расположены листы предложений, куда и пациенты, и врачи могут вписать свои пожелания по улучшению качества обслуживания. Здесь же можно оставить жалобы. Уже что-то пишут, вот я смотрю, написано что-то, подпись даже есть. Да, совершенно верно. Очень много предложений, мы пытаемся отреагировать сразу же на все эти предложения. Ну, что-то у нас уже в процессе работы запущено, какие-то моменты мы уже сделали. Система бережливого производства включает в себя так называемый 5С для создания эффективного рабочего места. Сортировка, соблюдение порядка, содержание места в чистоте, стандартизация, совершенствование. Этапов тоже пять. Карточки разложили по районам и каждому району присвоили свой цвет. Это очень удобно в использовании, чтобы карточка не терялась. Зеленый цвет, например, Спасский район и так далее. Вот здесь у нас документы с топочкой лежат. Зеленый цвет, это значит, хватает документов. Желтый цвет, внимание, они заканчиваются. И красный, документов недостаточно. Нужно срочно доложить в лоток бланки. Эти, казалось бы, элементарные вещи способны реально повлиять на рабочий процесс. В поликлинике это дает возможность меньше стоять в очереди в регистратуру, а врач может больше времени уделить пациенту. В рамках областной клинической больницы клинотехнологии позволяют более предметно работать с пациентом. Положительным примером может послужить открывшееся недавно сосудистое отделение, в котором с самого начала работают по системе бережливого производства. Если раньше, чтобы исключить сосудистые патологии, пациентов отправляли в кардиодиспансер, а это потери как минимум нескольких часов, то сейчас таких больных бригада специалистов уже ждет в приемном отделении УКБ. Конечно, работы предстоит еще немало, но главное – начало положено. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Изменится работа и не отложки. Рязанских фельдшеров обучат психологии для приема вызовов на станции скорой помощи. Они узнают, как помочь снять повышенное эмоциональное напряжение и работать еще эффективнее. Специальные курсы для них разработали сотрудники Центра практической психологии Рязанского медуниверситета. Как проходит обучение – в нашем следующем сюжете. Внутри аудитории давно не студенты. Все женщины здесь – это фельдшеры по приему вызовов на станции скорой помощи. Ежедневно эти люди отвечают на сотни звонков от пострадавших, больных или их родственников. Причину вызовов нужно узнать оперативно и как можно быстрее отправить в бригаду скорой помощи. Занятие ведет кандидат психологических наук Фаустова Анна Геннадьевна. Как рассказал ее коллега Василий Яковлев, занятия эти несут большую практическую пользу. Это, в общем-то, необходимо для того, чтобы улучшить качество, уменьшить, соответственно, какие-то претензии, жалобы и так далее. Ну и, с другой стороны, помочь самим фельдшерам более эффективно и с меньшими, скажем так, психологическими затратами общаться. Но все-таки очень такой напряженный, сложный труд, вот как-то, чтобы психологи помогли именно в организации этого процесса. Этот проект пилотный. До этого психологической подготовкой фельдшеров в Рязани не занимались. Сами занятия – это двухдневный цикл. Притом перед ним следовала определенная подготовка. Мы во всех сменах вот этих вот сотрудников, да, мы проводили опросы небольшие, наблюдали за тем, как они работают, какие у них возникают сложности при этом, кого их эмоциональное состояние и так далее. То есть вот такой вот небольшой срез сделали, и потом на основании вот уже вот этого материала мы уже составляли именно программу курса, каким-то образом подбирали соответствующие случаи, выявляя какие-то особенности, которые именно их работу с точки зрения психологии характеризуют. В большинстве своем на пункте приема звонков работают женщины. А они, по словам специалистов, более подвержены сопереживанию и сочувствую. Это в корне неправильно на такой работе. Анна Фаустова говорит, что этот диалог должен строиться безличностно. Основная задача – это снизить агрессию собеседника. Если кто-то начинает обвинять, нужно переводить в конструктивное русло. То есть не могу до вас дозвониться, уже пятый раз у меня такая ситуация, мне там плохо или плохо там, допустим, моему близкому человеку. Он начинает сразу с этого вину. Спокойно, на полтона ниже, тише, чуть медленнее, вы уже дозвонились. То есть вы уже молодец, вы уже решили задачу, что случилось. На вопрос, реально ли научить за два дня необходимым психологическим азам, Василий Яковлев честно ответил – нет. С другой стороны, мужчина сообщил, что в большинстве своем на станции по приему вызовов скорой помощи работают профессионалы. Многому обучать их не приходится. Это не первый проект Центра практической психологии, связанный с медицинской тематикой. Они уже провели обучение с медсестрами по общению с больными. И также читали лекции для работников регистратуры. Притом, Центр работал и в других регионах – Липецке и Пензе. В планах – проект психологической помощи для фельдшеров бригады скорой помощи. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Улицы перегружены билбордами и яркими экранами, а исторические здания расцениваются как выгодные площадки для размещения коммерческой информации. Как перезбыток наружной рекламы угрожает прошлому и настоящему Рязани, расскажет Алексей Нилов. С каждым годом в Рязани появляется все больше рекламных конструкций. По правилам, прежде чем разместить рекламный щит в черте города, владелец должен пройти ряд согласований в городской администрации. Большинство соблюдают предписанные правила, но есть исключения. Переизбыток рекламных щитов может изменить исторический облик города, причем не в лучшую сторону. Это же характерно для магазинных вывесок и витрин. Дома 19 века и старше почти полностью покрыты различными постерами и бегущими строками. Из-за этого архитектурное прошлое Рязани стирается прямо на наших глазах. Помимо культурологических, есть и проблемы, связанные со здоровьем и жизнью жителей города. По словам специалистов, водители могут отвлекаться на наружную рекламу и пропускать сигнал светофора. А ночью еще опаснее. Излишнее освещение в виде экранов способно ослепить водителя. Наличие общих правил в создании и размещении наружной рекламы могло бы помочь устранению подобного рода побочных эффектов. Мы понимаем прекрасно, что невозможно привести все вывески к единому облику. То есть, ну, это на самом деле не очень было бы интересно и с точки зрения развития малого бизнеса в нашем регионе и в нашем городе. То есть, как-то они должны между собой выделяться, да. Но все-таки хотелось бы прийти к общему пониманию какому-то, как вывески у нас должны выглядеть. Для того, чтобы, то есть, опять, это вопрос этики, вопрос здоровья, то есть, безопасности дорожного движения. Все это касается многих жителей города. Мы решили узнать, что думают сами рязанцы об изобилии наружной рекламы в городе. Я не люблю обращать внимание, но очень ярко, пестро и несет себе малую информацию. Ну, я считаю, что, в принципе, наружная реклама может чем-то помочь. То есть, она довольно-таки заметная и люди могут обратить внимание, найти какую-то услугу или товар, который им необходим, нужен в данный момент. Я считаю, что это наполовину. В некоторых случаях это переборщено. Чем больше у нас реклама в городе будет, соответственно, размещаться, да, там на счетах, там на билбордах, на всем остальном, тем, соответственно, больше будет конкуренции и тем самым экономика будет более иметь положительный темп роста. Практика показывает, данная тема является остро-социальной. Остается надеяться, что со временем появятся те самые стандарты, которые будут регулировать внешний облик и количество рекламных конструкций. А пока такое отношение к архитектурной истории Рязани выглядит довольно странно. Алексей Ниолов, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Мечтая, чтобы в Рязани появился бесплатный зоопарк, рязанский спасатель Виталий Андрианов открыл на свои деньги в эколого-биологическом центре террариум. Помещение ему предоставили бесплатно. Змей, пауков, тараканов и ящериц он купил и кормит на свои средства. Сейчас обитатели мини-террариума отдыхают. Посетителей здесь пока немного. В основном дети, которые приходят в эколого-биологический центр. Первым здесь поселился тигровый питон-альбинос Чаки. Виталий его привез друг из командировки. Питон любит обниматься, когда его берут на руки. Еще один обитатель – императорский удав по имени Фиалка. Самая, наверное, такая спокойная. На руках спокойно, в принципе, можно и гладить. Ну, детям, конечно, хвостик даем гладить. Самое главное, чтобы не пахло от рук животными и перед лицом, мордочкой не водить. В мини-террариуме есть мадагаскарские тараканы, пауки, птицы, еды, ящерицы. Все рептилии не ядовитые. Пока в помещении больше свободных террариумов, чем занятых. Но Виталий надеется, что найдутся неравнодушные люди и общими силами получится создать в Рязани первый небольшой зоопарк. Привить любовь к животным, к таким экзотическим детям. Ну, во-вторых, очень хотелось бы, чтобы в Рязани был такой, пускай мини, но зоопарк. Может, даже в дальнейшем не менее, может, какие-то, даже если на улице, и птицы, то есть, как вот Тульский экзотариум, очень интересный, ну, Ряжский зоопарк. Пока все животные молодые и небольшие, но питоны могут достигать гигантских размеров. Ящерицы до полуметра длиной. Растут рептилии, увеличивается и количество жителей мини-террариума. Мечта Виталия на ближайшее время приобрести варана. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. А я с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире и хорошей рабочей недели. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. И я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова